Евгений Бергер Князь Демидов Книга первая Глава первая В галактике существует около 400 миллиардов звезд, вокруг каждой из которых вращаются по нескольку планет. По подсчетам Сигмы, на каждой сотой планете присутствует жизнь, и это только в одной галактике. Интересно, сколько таких планет во Вселенной, а в мультивселенной? Раньше я часто слышал сказки об уникумах, которые реинкарнировались в новом мире с прежними воспоминаниями и начинали резко прогрессировать. Он в зале, но мне нужны места и ряд. Ждем информацию от разведки. Однако сказки очень быстро стали явью. Очень страшной явью. Мирт, времени в обрез. Где он? Шарата Мартикай, или, как это принято называть на современном языке высших, протопсихическая аномалия ППА. В некоторых источниках они упоминаются как прогрессоры, реинкарнеры или попаданцы. Опьяненные жаждой власти, такие уникумы могли с легкостью перенести в новый мир запретную технологию или способность по управлению местными видами энергии. Людишки обожали друг друга уничтожать. И чем извращеннее метод, тем для них веселее. Ждем. На данный момент потенциально опасные ППА являлись одной из главных проблем в мультивселенной. Именно поэтому несколько сотен тысяч лет назад Межгалактическим Сенатом был создан Бастион, глобальная организация по борьбе с подобными проблемами. Ставлю 20 крон, что твой дружок обделается. Босс! Оперативники Бастиона действовали по всему открытому пространству мультивселенной, то и дело спасает целые планеты от жуткой гибели. Схема всегда одна и та же. Переродился, возомнил себя Богом, собрал мощное оружие или овладел уникальной способностью, начал захватывать территорию, чтобы сделать мир во всем мире. И все. Приехали. Однако результат всегда один и тот же. Тотальная аннигиляция целого мира. Уж с чем, а с уничтожением друг друга, людишки справляются на отлично. Убивать друг друга у них в крови. Повторяю вопрос. Найвер, какого рожна? На данный момент оперативники делились на два основных корпуса, контролеры и стиратели. Первые занимались совсем запущенными ситуациями, когда необходимо работать с местным населением, внедряться в управляющую элиту и нанимать агентуру из жителей. А стиратели, по сути, небольшие группы, которые устраняли проблему на начальном этапе, высадились, удалили пятно и вернулись на базу. Минимум контактов с местными, минимум следов. Подстроили под несчастный случай или покушение, а затем быстро вернулись на базу. Свет в огромном концертном зале плавно потух. На сцену, широко улыбаясь, вышел конферансье. Зрители тут же разразились громкими аплодисментами. «Человек в третьем ряду, слева», – прошептал я, глядя в оптический прицел до потопной снайперской винтовки. «Место 24. Мирт. У твоего дружка проблемы». «Найвер, что там у тебя?» – тихо спросила помощница. «Ты опаздываешь на 1,9 секунд. В чем проблема?» Увы, никто не ответил. «А ты у нас толковый рекрутер», – вздохнул я, щелкнув предохранителем. «Найвер, ответь!» «Все, хватит этих детских игр. Он нас явно не слышит. Сходи и проверь, в чем дело», – холодно произнес я, продолжая наблюдать за головой молодого парня через оптику. «Уверена, что он вот-вот объявится». «Мирт, не испытывай мое терпение», – поднялась и проверила, – приказал я. «Будет исполнено», – виновата ответила помощница и направилась вниз. «Понятное дело, что мы ликвидировали только потенциально опасные ППА. Благо, что их от общего числа попаданцев было всего 37%. Остальные 63%, как правило, либо не имели возможности, либо не имели амбиции. Хотя многие из них продвигали мирные идеи из старого мира и жили припеваючи. Иногда я им даже немного завидовал. Боковая дверь распахнулась, и в зал, слегка пригнувшись, забежало два человека. Они склонились над целью, и тот, спрятавшись за зрителями, начал отходить. «Златан всемогущий», – выругался я. «Мирт, где этот малолетний засранец? Я его сейчас лично в собственных испражнениях утоплю». «Простите, босс», – наконец-то в голове послышался мужской голос. «Я спалился». «Молодец», – вздохнул я и, отложив финтовку, побежал в сторону лестницы. «Мирт, нанеси на рукоять отпечатки Стрельникова, да поживее». «Уже бегу». Называется, хотел все сделать чисто и тихо. Но Мирт заверила, что нам нужен разведчик из отряда принципов. Но я-то знал, что так будет. Практиканты редко все делали чисто. Их место в академии, а не в полях. Собственно, поэтому и ненавижу студентиков. Спустившись вниз, я увидел двух телохранителей нашей цели. Они тут же вытащили револьверы и попытались выстрелить. Но технологии этого мира слишком стары для меня. Активировав предвидение, я быстро приблизился и выбил оружие из рук громилы, а затем оглушил ударом по шее. Так себе телохранители. Обычно их больше и вооружены куда сильнее. А моя нынешняя цель, граф Ликерман. Он родился в этом мире 19 лет назад. Вот он как раз и являлся той самой потенциально опасной протопсихической аномалией. И если сперва все шло хорошо, то пару лет назад граф начал развивать промышленность и буквально подбивать под себя экономику страны. Мир, в котором должен был процветать век пара, совершил довольно быстрый прыжок в эпоху электричества, а это серьезное нарушение естественного хода бытия, что строго пресекается бастионом. Тем временем Ликерман уперся в тупик. Попробовав выбить дверь своим худощавым тельцем, парень осознал, что все его попытки бежать тщетны, и вытащил два револьвера. Громкий набат симфонического оркестра заглушил выстрелы. И вновь пришлось задействовать предвиденье. Оно помогало без проблем уклоняться от пуль, энергетических пучков и даже направленной плазмы. Когда курки беспомощно защелкали, граф отбросил оружие и перешел в стадию торга. «Что вам нужно?» — пискнул он, с ужасом глядя на меня. «Деньги? У меня много денег. Забирайте все!» — он швырнул мне под ноги кошелек. «Всегда же можно договориться. Кто вас нанял? Стрельников? Вы от него, да? Я готов заплатить больше. Трепаться с целью не в моих правилах. Все, что можно было сказать этим псевдовершителям мира, я уже давно сказал. Больше не интересно. Убийство должно было выглядеть, как типичное покушение. Враждующие группировки местных дворян довольно часто вырезали конкурентов. Но поскольку трюк с винтовкой не вышел, придется аккуратно придушить. Необходимо действовать очень осторожно. Визуально биокорпы стирателей мало чем отличались от людских тел. Однако у нас серьезное превосходство в плане физических данных. Можно было переборщить и оставить у местных правоохранителей ненужные вопросы. А чем меньше о нас знают люди, тем лучше. С технологиями аналогичная ситуация. Чтобы лишний раз не следить, группы стирателей были оснащены лишь скромными аптечками, комбинаторами перехода, открывавшими порталы на базу, и макнокерами, импульсными пистолетами, которые могли точным выстрелом остановить сердце любого позвоночного без проникновения в тело. Штука эффективная, но довольно громкая и яркая. Поэтому подобным мы пользовались только в исключительных случаях. Наконец-то граф прекратил дергаться и обмяк. Пульса нет. Система Сигма зафиксировала время смерти. Отбросив труп, я быстрым шагом направился к черному ходу. «Мирт, бери Найвера и живо на задний двор!» «Да, босс», — ответила помощница. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что хвоста нет, я быстро спустился в техническое помещение, а оттуда вышел на задний двор. Пока никого нет, нужно срочно открывать портал и сваливать из этого мира. Еще и дождь начинается. Дверь со скрипом распахнулась, и на меня буквально вывалилась помощница с практикантом. «И где ты был?» — строго спросил я, схватив пацана за воротник, одновременно заряжая комбинатор. Однако практикант лишь молча скривил физиономию. Из его правого плеча тонкой струйкой сочилась кровь. «Красавчик!» — обреченно вздохнул я и брызнул на рану фактор сывороткой из баллончика, чтобы остановить кровотечение. Попал под пулю в эпохе, где до сих пор эксплуатируют паровой двигатель. «Удача!» — твое второе имя. Выстрелив из комбинатора перехода в зону грани, я открыл портал. Ярко-синяя энергетическая лужа брызнула на нас искрами и, стабилизировавшись, начала призывно пульсировать. «Живее!» — я закинул в портал помощницу с раненым практикантом, а затем шагнул сам. К этому ощущению нельзя было привыкнуть, как будто все твое тело на долю секунды скукоживают до нанометра, а затем со всей силы вмазывают о ледяную глыбу. Новичков часто тошнит. Впрочем, Найвер это отлично продемонстрировал прямо мне на ботинок. «Уберите это!» — холодно произнес я, когда мы уже переместились на базу и плавно спускались на принимающей платформе. «Ну как ты, малыш?» «Более-менее!» — пробормотал Найвер, продолжая стоять на четвереньках. «Но-но!» — вставай! На тебя сотрудники смотрят! «Не позорься!» — тихо произнес я и поднял пацана за здоровое плечо. «Ну, говорить можешь?» «Ага!» — выдохнул он. Тем временем дрон-уборщик уже почистил мой ботинок. «Идем на пару ласковых». Я отвел Найвера в сторонку. «Ты понимаешь, что сейчас поставил под удар всю миссию. Я не хотел, ты не хотел, я не хотел, никто не хотел. Однако ты чуть не упустил ППА и сам подставился под удар. Если бы у них была технология анализа крови, понимаешь, каким геморроем это все могло бы для нас обернуться?» «Да, босс, я прекрасно понимаю». «Если понимаешь, то почему допустил?» «Задача разведчика — выяснить, как выглядит цель. В твоем случае, просто подтвердить. Это было очень простое задание. И вместо того, чтобы получить кайф от охоты, мне пришлось бегать за этим идиотом и в торопях придумывать новый план. А мне такое не нравится. Я снимаю с тебя все привилегии принципа, малыш. Экзамен по разведке будешь сдавать заново, по всей строгости Академии». «Да, босс, для тебя опцион третьего порядка к халконсо». «Понял вас, опцион третьего порядка к халконсо», тут же отрапортовал он. «Свободен». Я отпустил пацана и хотел было идти дальше, как вдруг мне на глаза попалась Мирт. «О, а теперь спросим со старшего рекрутера. Дорогая, объясни мне, какого златана у нас в группе оказался этот неуч?» «Понимаете, трибун Санти поручился за него», — виновата ответила Мирт, накручивая на палец золотистую прядь своей пышной непослушной шевелюры. «Поручился за жалкого гастата, который пришел ко мне под видом опытного разведчика», усмехнулся я, глядя вслед топающему ко входу на учебку Найверу. «Мирт, я был о тебе куда лучшего мнения. Ты же видишь всех насквозь. Куда подевался твой уникальный дар?» «Трибун заверил и...» «Прошлым трибунам у вас как-то не сложилось. Ты даже не особо слушалась его. Он был против вас, и я... я за это была к нему менее благосклонна. Вот...» Немного смутившись, ответила помощница. «Ты будущий боевой офицер Бастиона и будешь продолжать дело, когда меня не станет. Учись фильтровать то, что говорят трибуны. Их задача — содержать в порядке корабль, а не соваться со своими мыслями и идеями в рабочий процесс...» «Поняла вас, босс?» «То-то же». «Ладно, пора идти». «Куда вы?» — спросила помощница, глядя на меня, как питомец на хозяина. «Хочу аудиенции с Сантием», — ответил я и направился в сторону широких подъемных площадок. «Идем. Выступишь в роли свидетеля». «Кстати, двадцать крон. Вы выиграли». «Оставь. Купишь мне потом тоник», — усмехнувшись, ответил я. «Нет, на самом деле было очень интересно, почему мое очередное задание на пограничье чуть было не обрекли на провал. Это какая-то неудачная шутка? Или, может быть, в управлении этой летающей базы сидит болван? Что, кстати, не исключено, к великому сожалению. Трибуны, как правило, обитали на верхних ярусах в самых отдаленных уголках корабля. Пришлось прогуляться через весь зал. Коллеги искоса поглядывали на меня, а помощница семенила следом. Мирт вообще редко отходит от меня дальше, чем на пару метров. За это я дал ей прозвище «Пушистый хвост», которое в итоге приклеилось и стало ее позывным. Эх, моей бы девочке хоть немного самостоятельности. Вот самую малость, и выйдет толк, я уверен. Огромный зал базы «Ашшур» погрузился в монотонный гул. Работы нынче еще больше, ведь группа кораблей «Бастиона» постепенно подходила к пограничью. Это место в космосе, где граничит светлая и темные зоны. Светлая — та, что уже исследована. На нее распространяется юрисдикция «Бастиона». А вот темная — дикий район, куда пока не рисковали соваться наши оперативники. По ту сторону можно было встретить что угодно. И в темной зоне наши законы были бессильны. На звездных картах их отмечали черными пятнами. Отсюда и название «Темная зона». Подойдя к огромной статуе Мал Шаура, одного из создателей «Бастиона», я сложил руки и склонил голову. «Прости, великий хранитель порядка и равновесия, сегодня я едва не подвел тебя. Собственно, поэтому терпеть не мог работать в команде». В качестве помощи за глаза хватало Мирт. Молодая, энергичная и очень проницательная выпускница Академии. Прошла три испытания в Академии новичков, смогла обыграть контролера на задании с ловцом душ и получила орден самого трудолюбивого ученика. Сперва я не хотел брать ее в свою команду, но решил дать шанс. Пока что был крайне доволен своим выбором. Встав на подъемную платформу, я вытащил съемник и внимательно осмотрел свое отражение. Шляпа-котелок, шинель, белоснежная рубашка, жилетка с бронированной прослойкой из бриария. Один из самых крепких металлов во Вселенной. Ремень с макнокером, брюки и рабочие ботинки. Скромно, зато со вкусом. Форма — лицо стирателя, и оно должно быть идеальным. Особенно, когда идешь на разборки к трибуну. «Смотритесь потрясающе», — улыбнулась Мирт. «Это комплимент?» — я вопросительно глянул на помощницу. «Никак нет, босс. Вы же знаете правила. Тогда к чему сейчас это было?» «Ну, я...» — основное правило помощника-стирателя. «Давай». Все же за Мирт нужен глаз да глаз. Еще совсем юное. Иногда дает волю сантиментам, что строго пресекалось в нашем деле. «Быть рядом с боссом — это не основное. Давай же». «Ох...» — Мирт обреченно вздохнула. «Держать рот на замке и подавать голос строго по команде. Именно. Голос. Гав. Хорошая девочка». Я погладил Мирт по блондинистым волосам. «Верю, что когда-нибудь дисциплина сделает из тебя нечто большее, чем пушистый хвост». «Да, босс...» — помощница обиженно надула щеки и отвернулась. Многие принципы за глаза хихикали над ней из-за этого дурацк прозвище. Но так было лишь до того момента, когда она показывала себя в бою. Вот тогда все хохотуны мигом затыкались. Платформа пристыковалась к широкому балкону, где нас встретило несколько триариев. Этих ребят местное руководство нанимало для обслуживания передвижной базы. Они занимались логистикой, снабжением и поддержанием порядка на корабле. «Опцион третьего порядка к халконсо требует аудиенции с трибуном Сантием», — произнес я, сложив руки за спиной. Триарии тут же подошли к дверям, а затем услужливо распахнули их передо мной. Я кивнул Мирт, и мы вальяжно зашли в огромный овальный кабинет, в центре которого за широким столом с эмблемой золотого орла восседал тучный мужчина в темно-синем мундире. Подняв взгляд от монитора, он дружелюбно улыбнулся. «Ох-охо! Неужто ко мне решил заглянуть наш бунтарь-новичок?» «Бунтарь, но уже не новичок», — поправил его я. «Халконсо, опцион третьего порядка». «Да-да-да, можете не продолжать», — ответил он, и жестом пригласил подойти ближе к столу. «Не стесняйтесь, подходите. Трибун выслушает все ваши пожелания». «Оу, похоже, разговор будет долгим. Но не волнуйтесь, меня это устраивает», — усмехнулся я в ответ. «Вы же наверняка изучили мое дело от корки до корки, верно?» «О, нет-нет-нет, не отрицайте, что вы сопротивлялись нашему переводу изо всех сил». «Напротив, для меня было большой честью, что на Ашур прибудет столь ценный сотрудник». «Улыбка сошла с широкого лица трибуна. Вы — настоящий герой труда, практически ветеран. Однако я все никак не могу понять, почему вы, прослужив корпусу по делам антропоморфов столько времени, до сих пор находитесь в звании опциона. «Не люблю отсиживаться на корабле. Знаете, движение — это жизнь», — ответил я. «А почему вас это волнует? Неужто Реккет нажаловался вам о том, как пытался отправить меня в отставку? Нет. Просто я реально думаю о том, что вам пора занять место среди центурионов. У нас как раз освободилось кресло. Это почетное звание и не менее полезный труд». «Почетное?» Я сузил глаза и с подозрением посмотрел на Сантия. «А что такого в оперативной работе? Или вы не уважаете свое прошлое?» «Я как раз уважаю. Поймите меня правильно. Ваш опыт пригодился бы в управлении». «О, погодите. Давайте сперва поговорим про «уважаю». Напомните, почему стиратели удаляют потенциально опасные ППА. Чтобы защитить населенные миры от неминуемой гибели, несвоевременной и несправедливой гибели, наше вмешательство в ход бытия строго регламентируется, и, как нам говорили в Академии, любой незначительный момент может изменить историю. «Это же практически как с путешествиями во времени». «Но мы оба знаем, что это не так». «Именно. Оба знаем». Я щелкнул пальцами и подмигнул трибуну. «Мы можем делать в новом мире все, что захотим, кроме внедрения потенциально опасных технологий, которым местное население еще не готово. Также необходимо оставлять как можно меньше следов, поскольку экзоненты могут заподозрить наличие визита и начать усиленное вливание денег в совершенно ненужное для своей эпохи изучение космоса. Не мне вам говорить, к каким экономическим катастрофам приходит постройка космолетов в неразвитом и неподготовленном для этого мире. «Ну, по сути, вы правы», — согласился трибун. «Только мне не совсем понятно, к чему именно вы клоните. Принцип Найвер, который был взят моей помощницей в оперативную группу, как опытный разведчик, чуть было не запорол мне всю миссию. Мало того, что он дал экзонентам себя обнаружить, так еще и был ранен. Повезло, что мир, в котором мы сегодня работали, был на одной из первых ступеней технического прогресса. Если бы у данных экзонентов была возможность провести полный анализ крови Найвера и установить, что на их планету заглянул визитер, думаю, дальше вы и так все прекрасно понимаете. ППА ликвидирован. Ложный след для расследования оставлен. Было видно, что Сантий слегка напрягся. «О, не переживайте, я же профессионал». Однако сегодня могло случиться нечто непоправимое из-за отсутствия опыта у специалиста, которого порекомендовали вы. Но этого не случилось. Вы же утверждаете, что все хорошо. ППА ликвидирован, а экзонентам дан ложный след. «В чем проблема?» Трибун придвинулся ближе к столу и вопросительно посмотрел на меня. «Начнем с того, что в случае провала задания нам пришлось бы снаряжать куда большую группировку для слежки и уничтожения ППА. Но к тому моменту цель могла не только подготовиться, но и передать технологию кому-нибудь другому. И что тогда? Дело передали бы контролерам, а все наши усилия укатились бы коту под хвост. К тому же никто не знает, сколько бы человек погибло во время операции контролера. Знаете, они особо не церемонятся с местными. А закончим тем, что Найвер не зарекомендовал себя как качественный разведчик. Я снял с него привилегию и отправил на пересдачу экзамена». «Отлично!» Санти скрестил пальцы и согласно кивнул головой. «Вы обнаружили уязвимость и отправили специалиста на переаттестацию. В обязанности опционов входит забота о практикантах. Разве вы забыли? Моя цель — уничтожать потенциальную угрозу. Я уже говорил трибуну Реккету о том, что вышел из коллегии инструкторов. Так почему ко мне продолжают подсовывать практикантов? Вы думаете, что я буду игнорировать угрозу моей карьере?» Усмехнулся я. «Если так, то вы глубоко заблуждаетесь». «Кажется, я все понял». Трибун обратился к Мирт. «Велит Мирт Зало, напомните, за что ваш дуэт перевели с Деуса?» «Потому что у нас не сложились отношения с трибуном Реккетом», уверенно ответила Пушистый Хвост. «Я сейчас говорю про то, что написали в документах о переводе на мой корабль», — улыбнулся Сантий. «Ну...» — Мирт жалобно посмотрела на меня, а я кивнул головой. «За нарушение устава мы оставили часть принципов на базе, вместо того, чтобы взять их с собой. Видите?» — трибун вновь повернулся ко мне. «Господин Консо, скажите, почему вы нарушили устав Бастиона и оставили часть команды на корабле?» «Да потому что я насквозь вижу неподготовленных оболтусов, от которых проку на задании будет ноль. Нашу систему тренировок пора бы изменить и усложнить. Возможно, тогда я буду не единственным, кто способен поддерживать равновесие и порядок в мультивселенной. Как высокомерно!» «Впрочем, я не удивлен. Трибун Рэккет говорил, что с вами нужно держать ухо востро. Только вот вы забыли, что иерархия стирателей придумана не просто так. Между делом, ваш биокорп стареет. Как бы вы этого не скрывали, но реакция уже совсем не та. Мышцы вот-вот сдуются, а предвидение скоро перестанет замечать брошенный в вас мячик для игры в Храйтон, космический аналог бейсбола. Но благо, что ваши мозги и опыт никуда не делись. Поэтому, может быть, стоит подумать о переходе в Центурионы. Возьмете в управление Центурию стирателей, будете носить малую аквилу на груди. Потом и до трибуны дослужитесь. Целая передвижная база исключительно в вашем распоряжении. Сможете там делать все, что захотите и ставить на задание только самых достойных бойцов.